Глава пятая Смок подвинулся, насколько ему позволяли его узы, вытягивая шею до тех пор, пока ему не удалось приблизить губы к щели между бревнами — Кто там? — шепотом спросил он — Брек, — услыхал он в ответ — Осторожно, не шумите, сейчас я просуну вам нож — Не стоит, — проговорил Смок, — не к чему — Руки у меня связаны сзади и привязаны к ножке койки, кроме того, вам не просунуть ножа через эту щель — Но что-нибудь нужно сделать, эти парни, кажется, ничего не имеют против того, чтобы меня повесить, а ведь я не убивал этого человека — Вы напрасно мне это говорите, Смок, а если вы и убили, то значит у вас были на то основание — Не в этом дело, мне хотелось бы выручить вас — Здешние люди, народ упрямый, вы сами видели — Отрезанные от мира они сочиняют и навязывают всем свои собственные законы через собрание золотоискателей — Они расправились недавно с двумя, оба провинились в краже припасов — Одного они выгнали из поселка без единой унции пищи и без спичек — Он сделал около сорока мили, через два-три дня замерз — Две недели назад они прогнали еще одного — Ему был предоставлен выбор — Или уйти совсем без пищи, или получить по десяти ударов плети за дневное пропитание — Он выдержал только сорок ударов — Теперь вы попались к ним в лапы — И они все до последнего вполне уверены, что Киннеда убили вы — Человек, убивший Киннеда, стрелял также и в меня — Его пуля задела мне плечо. Попробуйте уговорить их отложить суд до тех пор, пока кто-нибудь из них не исследует берег, где скрывался убийца — Бесполезно. Они верят Гардингу и пяти французам, которые были с ним. К тому же они давно никого не вешали, и у них руки чешутся. Надо сказать, что жизнь здесь крайне однообразна. Им не удалось напасть на что-нибудь интересное. — А искать озеро неожиданностей им уже надоело. В самом начале зимы они устраивали состязания на заявке, но теперь они и это бросили. Среди них появилась цинга, и они жаждут сильных ощущений. — И, по-видимому, мне суждено дать им это ощущение, — заметил Смок. — Скажите мне, Брек, как вы попали в компанию этой проклятой шайки? — После того, как я занял заявки на бабьем ручье и поставил там на работу нескольких человек, я забрел сюда в поисках двух хижин и попал к ним в лапы. Они заставили меня подняться выше по стюрту. Вернулся я только вчера, потому что у меня кончились припасы. — Нашли что-нибудь? — Мало, но у меня есть один проект гидравлического сооружения, от которого я жду многого, когда вскроются реки. Или этот проект, или же золото-черпалка. — Подождите, — прервал его Смок. — Одну минутку. Дайте сообразить. Он внимательно прислушивался к храпению спящих, обдумывая мысль, мелькнувшую у него в голове. — Скажите, Брек, открыли они тюки с мясом, которые были на собаках? — Некоторые, да, это было при мне. Они сложили их в кладовой гардинга. — Что там было? — Мясо. — Отлично. Разверните тюк, завернутый в коричневую парусину, заплатанную лосиной шкурой. Там вы найдете несколько фунтов золота в самородках. Вы никогда не видали здесь такого золота, да и никто не видел. Вот что вам придется сделать. Выслушайте меня. Четверть часа спустя, снабженный инструкциями и жалуясь на отмороженные пальцы на ногах, Брек ушел. Смок, чувствуя, что его собственный нос и одна щека застыли от близости щели, целых полтора часа тер свое лицо об одеяло, пока щеки у него не загорелись и их не закололо точно иголками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok